В Самаре с начала года снизилось общее число дорожно-транспортных происшествий и количество пострадавших в ДТП. Однако число погибших, напротив, увеличилось. Рост смертности составил 50% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Здесь по каждому ДТП у нас проводится проверка, в которой выясняются все обстоятельства у нас произошедшего ДТП, в котором погибли, к сожалению, люди. И ситуации у нас бывают различные. То есть, если мы берем, например, наезды на пешеходов, то они у нас происходят в тех местах, где мы просто не можем даже предусмотреть и предугадать, что они могут там люди находиться. Примерно несколько случаев у нас было, когда люди, взрослые люди, просто выходили на проезжую часть московского шоссе, семиполосную, и просто начинали двигаться, переходить через нее. К сожалению, люди погибали, вот, иногда на месте, даже транспортные происшествия, иногда в больницах. За 9 месяцев года на дорогах Самары зарегистрировали 112 ДТП с участием детей. В них пострадали 114 несовершеннолетних. 37 в этот момент находились без сопровождения взрослых. Двое детей погибли под колесами автомобилей. Дети у нас были все из благополучных семей. Но на тот момент, когда они попали в дорожное происшествие, они находились без сопровождения взрослых. Если мы возьмем, например, обстоятельства, это дети были все пешеходами. То есть возраст, например, мальчик у нас погиб, ему было 13 лет. Во втором случае у нас девочка погибла, также под колесами машинам. Ей было 8 лет. То есть это было все в августе месяце, когда у нас начался подготовительный период, так называемый, к началу нового учебного года. И, соответственно, детишки, когда вернулись с пионерских лагерей, приехали от бабушек, дедушек из загорода, где интенсивность движения у нас в разы меньше, а то вообще отсутствует движение транспортных средств. Чаще всего, по данным правоохранителей, в ДТП попадают дети в возрасте от 11 до 15 лет, причем в дневное время. Среди нарушений, которые допускают дети на дороге, переход проезжей части в неустановленном месте, перебегание на красный свет, пересекание дороги на велосипеде. По всем происшествиям ведется проверка, информация направляется в образовательные учреждения. Сотрудники госавтоинспекции регулярно ведут работу как с детьми в школах, так и с родителями, проводят краш-курсы для ребят и взрослых. 95% школ Самары имеют отряд ЮИД – юных дорожных инспекторов. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей – одно из приоритетных направлений в работе госавтоинспекции. Правоохранители призывают родителей также проводить беседы с детьми и показывать на личном примере, как важно соблюдать правила дорожного движения. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.